Всем привет! Сегодня на канале Мастер Тойк. Ремонт телевизора LG LE7500, 42 по диагонали. Что у нас поломалось? Чего нет? Нет изображения, нет звука, соответственно подсветки тоже нет. Можно побродить в черной комнате и кроме квадрата Малевича или прямоугольника Малевича ничего вы не увидите. Что есть? Есть индикация при включении. Вот было выключение, делаем включение. Индикация снизу на панели есть. Панель сенсорная снизу. Панель сама работает. Индикация присутствует. Аппарат отвечает на команды с пульта. Вот у него там подмигивает, когда мы нажимаем какие-нибудь кнопки. Это все, что есть. Сейчас будем разбирать, смотреть что там и как. Итак, кладем девайс на что-то мягкое, лицом вниз, экраном вниз и удаляем две вещи. Первая это пыль и вторая это настенные держатели. И предварительно их намечаем, где они находились, чтобы потом их вкрутить так как было. Далее выкручиваем весь крепеж задней крышки. Все винты, которые видим. Вот эти вот по контуру. Ну и сюда залазим тоже. Последний винт. Вот здесь с проводом питания. Вынимаем разъем. Вот. Отсоединяем. И снимаем заднюю крышку. В этом месте, там где плата винт. Не забываем про него. Задняя крышка демонтирована. Вот мы видим power supply unit или блок питания. И вот mainboard. Вот такой slim дизайн платы. Она очень такая невысокая. Ну, значит, я ее снимал. И просматривал. Визуальный контроль делал. Ничего не нашел. В общем, все вроде бы в порядке. Промерял напряжение на выходном разъеме. она формирует 20 вольт и 3,3, 3,5 и 12. То есть, в принципе, к ней особых претензий нет. Так, mainboard снял. Здесь видны следы нагрева. в этом месте. Но это нормально. Потому как на самой плате в этой зоне находится блок питания. Который формирует необходимое напряжение на самой плате. Основное плате с обратной стороны видны следы странного потека. Это у нас верх платы. Ну, как бы верх. Так как в телевизоре стоит. И вот это вот идет вниз. Вот такой потек. Так, аж сюда. Вот. К самому нижнему разу. Через всю плату. Продолжен наш ремонт. Значит, перед этим я проводил визуальный контроль платы блока питания и этой платы основной. Визуальный контроль ничего не выявил. Значит, я приступаю к тому, что пытаюсь найти компоненты, которые обычно могут выходить со строя. Ну, первое, что я проверил. Это параметрические стабилизаторы серии 1117. Вот один, вот второй. Они обычно могут выходить со строя. Один у нас оказался нормальным. Работает на DDR3 память. Вырабатывает у нас полтора вольта. И второй питает звуковую микросхему, цифровой усилитель. его напряжение питания всего 1,8 вольта. То есть, все это рабочее оказалось. Дальше, вот эта микросхема ИС-8005. На нее поступает 12 вольт. Вырабатывает 3,3 вольта. Тоже все в порядке. Вот эта парочка тоже рабочая оказалась. Дальше, я наткнулся на вот эту вот микросхему, которая называется МАКС-9668. Маркировка ИС-9100. Это гамма-корректор. Он оказался обесточен. Значит, на гамма-корректоре мы видим, что он питается от 16 вольт. но питания нет. Так вот, вот эта вот микросхема МАКС-17113. Она, собственно говоря, вырабатывает напряжение для вот этого гамма-корректора. В свою очередь, она питается от 12 вольт. Ее схема тоже здесь. Вот мы видим, она питается от 12 вольт. Вот. И это напряжение называется ни много ни мало как панель ВЦЦ. То есть, питание панели. А питание панели, как мы понимаем, у нас сейчас отсутствует. И это основная причина. панель ВЦЦ появляется или включается через ключ, который располагается с обратной стороны платы. Вот сам ключ. это полевой транзистор, маркировочкой у него А0 3407 и два обычных биполярных транзистора, два СЦ 3052. Я демонтировал все эти три транзистора, проверил цифровым прибором, который определяет полевички, проверяет. Все оказалось абсолютно исправным, и я это все впаял назад. после этого стало понятно, что нету управления для этого ключа. Управление не появляется. Управление как раз на тот ключ с обратной стороны приходит с вот этой микросхемы. Эта микросхемка у нас ИС 8101 это контроллер, который оказался абсолютно живым. На кварце чистота, то есть все хорошо, и дальше пошла уже цифровая игра, потому как этой своей шиной он подключен прямо на центральный процессор LGE3556C. И соответственно принимаем решение, сейчас мы прогреем центральный процессор для того, того, чтобы восстановить его работоспособность. Если простого прогрева не будет достаточно, мы сделаем реболинг полный, то есть снимем процессор, восстановим шарики и запаяем его обратно. Я собрал аппарат, тестовый пуск, нажимаем. вот пошла подсветка должен быть звук сейчас быть да, звук, есть звук, то есть телевизор полностью рабочий, сейчас до соберем его и посмотрим конечный результат, что получится. Ну вот, финальная проверка, телевизор работает, все нормально, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, счастливо! так, где бы мы тут его сделали, собрали, где мы собрались, собрали мы аппаратик в Польше, Мэддинпонд, да, поляки, большой привет, надо взять так на платье, взять там, вот это налить канифоли, жуть, не ожидал я от братьев поляков, такой ерундый.